Двойная гемиплегия и септоническая эпилепсия. Когда 7 лет назад на свет появился маленький Денис, его родители не знали таких страшных слов. Сейчас при самой сложной стадии ДЦП родные и близкие борются за будущее ребенка. Ребенок этот у нас первый, долгожданный, желанный, как говорится, у нас с мужем. И вот случилась такая ситуация по ошибке врачей. Ребенок пострадал. Когда он родился, он не дышал абсолютно. В реанимации находился около 11 суток под аппаратом искусственной вентиляции легких. Потом, когда он уже пришел в себя, так скажем, то когда нас выписали домой, мы не знали, что будет дальше и что вообще произошло с ребенком и почему так произошло. Мы даже не понимали, к чему это может все привести. Специалистов-реаниматологов, которые знают методы Фильденкрайза, GKABDA, могут помочь. Такой сложной ситуации в Украине нет. Семья вынуждена обращаться за помощью к зарубежным врачам. Сейчас малышом занимается много будкин из Израиля. Она отмечает, что современная реабилитация предусматривает использование простых и спокойных движений, которые помогут восстановить осанку, гибкость, силу и координацию. Но делать эти упражнения нужно постоянно. Кроме того, Денису постоянно нужны массажи, занятия в бассейне и лечебная физкультура. В среднем стоимость пяти занятий, требуемой реабилитации, стоит семь с половиной тысяч гривен. ЛФК и массаж примерно две с половиной тысячи в месяц. Государство сегодня помогает с памперсами и частично с медикаментами. Но главная нагрузка падает именно на родителей. У нас самая тяжелая стадия ДЦП, пятый уровень. Он не умеет делать самостоятельно ничего, то есть не сидеть, не стоять, не переворачиваться, не ползать, ну и не говорить, конечно. По этим методам в Украине специалистов сертифицированных нет. Мы, родители таких деток, стараемся искать способы, чтобы специалисты приезжали к нам. Можно, конечно же, ездить за границу родителям, но это уже более колоссальные расходы. И тем более для семей, у которых детки вот очень тяжеленькие и нужна постоянная реабилитация, то очень хорошо, что соглашаются и приезжают к нам. В Минздраве на 20-й год для детей с ДЦП внедрили программу по единоразовой оплате реабилитации в специальном центре в течение 15 дней. Но этого для восстановления ребенка мало. Обеспечить полноценную реабилитацию и медикаментозное лечение для родителей сейчас очень дорого и сложно. Банковские реквизиты для всех неравнодушных на ваших экранах.